мяско мяско на ночь кто там побежал иди сюда алё белый есть они вроде бы все на месте да дети лёвка если не хочешь не митя золотые ребенок мой золотый ребенок драконы каждый со своим куском мяса говядина и бачки такие кусочки ну или крупные и не мелкие такие говядину надо давать обязательно котятам и щенкам обязательно ребятки потому что они очень хорошо растут на нем много витаминов вот это хищник также ребята кормите мясом обязательно кормите мясом это серая кто то есть потерялся кто-то потерялся ну заходь что ты там рабы и котик я дверь я открываю туда ну заходить сюда короче в нем или выскакуете бежать их сумасшедшие чтобы выскочить хух так полежать трошки с ними погуляться ой чутик хрумчать хрумчать мясо мои хорошие мои зайчики мелкие а мясо люби а мясо люби таки малые львка что ты не хочешь есть ты и тяга не хочешь мяско у нас льва не доверяем Вин не любитель мяса. Я его покупала в питомнике. Ему уже было 4,5 месяца. Вин приученный только до корма. Его не кормили мяском. Так что, он у нас не приученный. Я своих приучаю до натуралки. Потому что у меня они попадают в разные семьи. И процентов, наверное, 70 животных. Тех, что мои. Покупают люди. Они натуралкой кормят. Ну, натуралка какая-то. Мяса. И с какими-то овощами и кашами. Вот. Они хорошо едят. Просто корм, знаете как? Корм удобно. Вот ты, допустим, куда-то едешь, к примеру. Воды набрал с собой. Взял кормушечку. Воды набрал. И взял корма. Пакет. И поехал. И едь хоть на край света. И кот с тобой будет ехать. Ему еда есть. И все хорошо. А вот если натуралка. Натуралка. А? А? Схватывала и побегла. Вон черепаха. Охи наглюча. Страшны. А если будете кормить только, допустим, мясом, к примеру, с кашами. И вот вы куда-то едете вам. Вот как у нас война началась. И люди все начали бежать. Хватать своих животных и бежать. Ну, очень тяжело, когда приучен полностью на одной натуралке. Очень тяжело. Потому что котлеты замороженные, с собой не повезешь. Мясо с собой не повезешь замороженное. Его негде взять. А корм в рюкзак кинул, чемодан, знает и положил и поехал. И все. До свидания. Ну, яки. Съедять. Я не знаю, вы слышите этот звук или нет. Такие, а? Хрум, хрум, хрум. Хрум, хрум. Знаете, моя прелесть. Че, мяскуила? Че, мяскуила, да? Ну, мясо, если будете кормить мясом, ребята, обязательно, чтобы было переморожено. То есть купылы, порезали его и укинули в морозилку. И на 3-4 дня о нем забываем. Все, оно должно у вас очень хорошо переморозиться. Заморозится, переморозится. Потому что, если мясо свежее, нельзя кормить свежим мясом. Надо обязательно, чтобы было перемороженное. Не примороженное, а перемороженное. Чтобы минимум 3 дня в морозилке было. Ну, и, конечно, регулярно травим глисты. Вот. Это очень важно. Регулярно травим глисты. Ну, регулярно это раз в 3 месяца обязательно. Хорошими такими средствами. Милпразан, энвайр, дронтал. Ну, хорошими средствами. Не, не, там, этими какими-то дешевыми. Хорошими средствами надо травить. Оно у меня трошки не полностью разморозилось. Оно такое, я только кусочки уменьшала, дорезала их. Малый крадется, крадется сейчас. Так, сейчас до мяса. Гляньте, сейчас подойди. Он мясо сзади ложит. О, котят. Сейчас он его найдет. Сейчас, 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 сейчас. Ну, давай, нюхай. Ты ж хищник. Ну, давай. Ты ж хищник. О, Боже. Ну, сейчас, 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 сейчас. Вин найдет, найдет, найдет. Вин не дурный. А? 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 Рэки. 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 А, Рэнька. А? Хищник. Хищник. Да ладно, 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 дракон, гляньте на цей хвост. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой, дурко. Ой, дурко. На спине ща от прививок он шишки не попроходула. Из прививочки делала. Ой, Боже. Ой, страшненький. Ой, страшненький. Дуркошки. Ну, шо вы хочете, хищники? Считай, я к мышу поймала. Ммм? Ммм? Они у меня мясо любят. Люди, кто у меня покупают, говорят потом... Даже американцы пишут, говорят, мясо невозможно резать. Потому что по голове, по ногам до головы долазит, прыгает на стол, хватает кусок мяса и убегает. Ой. Потому что приучен до мяса, до сырого. Хищники, понимаете? Кровь попробовали. Все, капец. Ну, гляньте, полная тарелка мяса была, полная. Я не знаю, грамм пятьсот, наверное, я нарезала. Не, не пятьсот, я загнула, ну, грамм четыреста точно было. Я им два раза в день даю мяско. Страшно. Уэка, зло. Это девочка-черепашка поймала. Уэка. А сын папкин сын. Не ест мясо, кстати говоря. Вообще он не ест мясо. Он не ест, вот этот не ест мясо. Я в него запихивала уже, ой, убежал. Я в него уже сколько раз запихивала мясо, прям кусками запихиваю. Перекрученное давала. Нет. Не едят. Не едят. Я не знаю, что они не едят. Катыш вроде. Говорю, а если бы на улицу вы попали, как бы вы выживали? Мне вот это интересно. Ни горобчика не поймать, ни мышку. Будешь ждать, сидеть под подъездом где-то, чтобы тебе корма насыпали, чеша. Ну, короче. Сбой этого. Сбой системы. Сбой матрицы. Сбой матрицы в этом. В голове. У кота. Это главное с помета. Он девка, гляньте. Хорошо ест мясо. Видите, вот голубокремка. Классно ест. И вот этот голубой котик. С1 помет. Тоже ест мяско, любит. Все нормально. Оце. Курочка наша. Его бройлер называю. Видишь, сейчас только лапки и голова у него. Ну, обрастает, короче. Еще пока не оброс. Как раз сбросил шерсть и еще не оброс. Вот. И пацан еще один. А, где? Аня. Где-то убежал. Короче. Тоже вот такого цвета. Тоже вот такого цвета. Только он такой табированный. Ну, с рисунком. Этот чисто голубой, а тут с рисунком. Вот это один помет. Двое едят мясо, двое нет. А все остальные едят. Да. Поила, поила. Довольна. Все. Сейчас будут порываривать. Сейчас поседают и будут лжать. Порываривать мяско. Все, довольны, довольны. В тарелке они не едят. Они вытягивают, ребята. Вот, ну, может кто-то напишет мне, скажете, что тянут на ковер мясо, едят. Я вам честно скажу, даже сто тарелок поставил, схватит с тарелки и побежит где-то вот там, вот там где-то под шкафом есть. Или где-то под стулом, или где-то под диваном. Ну, это такой инстинкт. Схватить и убежать. И в одиночестве хомячить. Вот так вот. А Освин вылез. Это тоже пацанчик вообще не ест мясо, кстати, говоря. Не знаю чего. Не ест. Может, организм, он и требуется, я не знаю. Хватает, наверное, корма. Очень не ест. О, ребята, у меня, короче, муж с сыном поставил ее в котячей комнате, в той второй, там, где мы ремонт делали. Поставили, короче, камеру. У меня по всему периметру дома стоят камеры видеонаблюдения. Так они одну камеру, короче, сняли и поставили ее. Ну, у меня их больше восьми штук, просто много. И одну камеру сняли. И поставили, короче, ее в флигеле. Там, где кошки у меня. Чтобы выследить, кто у меня делает шкоду. Ну, у меня одна из кошек. Вот так вот стоит лоток. Вот так лоток тоже стоит. Там в середине три лотка. И кто-то ходит на ковер в туалет. Ну, раз в три дня стирать ковер. Это, по-моему, занадто уже. Ну, как бы. Ой, я уже и пшикалки разные понакупляла. Там вот эти, которые, знаете, там отпугают запах. И уже специальное средство, там, чистки ковров специальное, там, которое убирает все запахи, мочи, там, и крови, и кала, всего на свете. Какое-то там Великобритания делает посредство. Не знаю, проверю, кстати. Вот напшикала ковер. Оно такое, как пена для бритья. Напшикала чистый ковер и растерла по ковру. Вот. И пол вокруг лотка тоже напшикала везде и растерла. После того, как поубирала и пол помыла. Вот. И ковер чистый постерила после стирки. Теперь посмотрим. Кто там чихнул? Ты чего? Короче, теперь я посмотрю это самое. Буду догадить или нет. Ну, кто там, мне надо вычислить, кто. Потому что шесть кошек на одной территории. И кто из них, непонятно. Приходишь, оно уже сюрприз тебя ждет. Но у меня подозрение на троих. Трое могут сделать. У них как раз сейчас течка. Вот. И они могут вот это оставлять свои, ну, как сказать, метки. Кошка так метит. В туалет ходит. Ну, не по маленькому, а по большому. Это они так метят, кстати говоря, территорию. Так что, ну, не знаю. Посмотрим. Так что у меня теперь, короче, над котлом установлена камера. И в камеру видно, что делают мои коты. Прикиньте, ребята. Ребята, ребята, гляньте. Су меня на кухне телевизор. И у нас сюда подключены все камеры. Мы смотрим. Ну, можно смотреть, там, что на улице происходит. Там, с другой стороны дома, везде. Короче, теперь у меня камера. Над котлом стоит. Видите, котел вот. И над котлом, короче, у меня стоит теперь вот здесь камера. Она инфракрасная. Вот там сейчас потушен свет. Поняли? В комнате света нет. Когда свет включен, камера цветная. Ну, когда днем, к примеру, или там свет горит, то камера цветная. Вот. И теперь мы будем смотреть, кто там что делает. Если тут будет кучка, появится. Вот в этом месте где-то они делают вот это вот. Или вот здесь вот на полу. Вот я посмотрю. Вот если в этом месте кто-то где-то сделает. Я же их всех знаю по цвету. Кто шел. И тогда посадим в вольер. И будет, ну, я не знаю, там, может, пять суток дам. Может, пятнадцать суток дам наказание. Не знаю пока. Посмотрю. Потому что тыкать носом бесполезно. Это не собака. Коты, наоборот, обозляются. Так что я теперь наблюдаю вот так вот. Ребята, я теперь наблюдаю за котами. Кстати, у меня дочка в США живет. Она включила камеру. Камеры сегодня включила. Она бывает такое, что включает камеры и говорит. А, я знаю, вы там дрова носили. Я знаю, там, вы там. Ты, мама, там ковер стирала. Она все знает у меня. Так она мне говорит, это самое. Мама. Говорит, я не поняла. А что это я теперь кошек вижу? Зачем? Ну, в общем, короче, посмотрим, ребята. Что оно будет, посмотрим. И главное, представляете, лотки чистые. Лотки чистые. Ну, то есть, ну, пускай там в одном есть или во втором есть. Ну, один, допустим, полностью чистый лоток. И обязательно вот здесь вот кто-то сделает. Ну, посмотрим. Во-первых, набрызгала жидкостью. Сейчас вам покажу, какую жидкость купила. Ребятки, смотрите. Короче, посоветовали мне моя хорошая знакомая. У нее двое ёрочек. У нее тоже одна ёрочка. Когда у нее течка, она дуреет. Она у нее ходит по-большому на коврик и даже на диван. Бывает такое, что даже на диван может сходить. Вот. Она говорит, я вычистила диван вот этим средством. Оно, короче, устраняет запах мочи, кала, крови. То есть, пятна устраняет. И также оно, ну, запах, я вам честно скажу, странный. Немного такой какой-то он, на что он похожий. Сейчас я вам скажу. Он похож мне чем-то лимонный дифлофос. Вот кто знает запах дифлофоса, да? Вот взять туда, напереть еще кучу сверху лимона запаха. И вот это вот этот запах. Вот. Ну, действительно, мощный запах капитальный. Я открыла даже окно у них там сегодня, чтобы хорошо проветрить. Потому что, вот смотрите, способ використания. Перед, 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 перед використанням добра струснути, розполити засіб приблизно на 15 сантиметрів від плями, рухаючись від зовнішнього краю до центру. Коли повністю высохне, видалить порошок пилососом. Вот. Так что, ну, подивимся. Вон, бачите, Великобритания. Не знаю. Великобритания робит, короче. Стоя воно 170 гривен. Я купила две бутылки. Потому что мне знакома сказала, кажу, в Монейорке уже все. Уже не ходи, куди попала в туалет. Вона все обробила оцим спреем. Та подходи нюхай, и больше ничего не роби. Вин огромный, ребятки. Вин 600 грамм. Стоя цена реклама. Покупала я в эпицентре, кому интересно. Забрала у нас в сумах. Было две бутылки в эпицентре. Мене парень позвонил, я их и забрала. Все, их там больше нема, если це сума. Вот, так що подивимся тепер. Подивимся, ребяточки. Хто делає у мене шкоду. Подловлю обязательно. Бачите, этот, свет потушений. Хтось заліз под этот, под покрывалка. Алка прошла, Катюха лежит. Це Вася садить. Це іриска он садить. Вон, бачите. На подоконнику. Це бочку води можна брати. У нас тепер везде стоять по бочке води. Тут у котят стоять, потому що воду выключають. Боимся, що не буде води. Куча животних, надо ж поїть. Так що, ребята, сьогодні у такої у мене була информация. Интересна, не інтересна, не знаю. Завтра утром подивлюсь. Буде там какашка чи не буде. Все, ребятки, пока. Так, іриска подошла. Гляньте. Пришов наш папа. Включив свет. І раз, і цветне стало. Бачите, папа пошов за стиркой. Машинки стирають. Стирка стирается. Так. Пишов. А мене інтересно даже за ним и наблюдать, кстати говоря. Прикольно. Так, ребяточки, ну все. Просто хотела показать, что у нас все камеры цветные. Вони днем цветные, а ночью вони черно-белі. Но вони в полной темноте черно-белі, і видно дуже хорошо. Вот. Ну, в общем, все. Будем наблюдать. Тепер у нас, этот, 24 на 7, короче, камера. І тепер мы все бачим, що происходи. У нас папа сейчас белье буде вишать на вулиці. Я ставлю стирки, а він развішує. С фонариком на голові. Ну, як, у нас же мы свет сейчас не включаєм. У нас як, свето-маскування. Бачите, потушив свет, і раз, і черно-белі стало все. Ребята, гляньте, який урожай. Оборвал муж груши. Це у мене грушка та, що на огороде. Я вам її показувала. Вот такі на неї грушки, гляньте, вроділі. Ну, не так їх багато, конечно, як би може, хотілося б. Ми ще поділилися ті, що дві вітки, які росли на ту сторону соседей. Ми сказали оборвати соседям. У мене подружка моя, Жанна, оборвала. Гляньте, тут ходи делала колбаса по столу. Короче говоря, сорт киргизська. Гляньте, груші. Вони якісь такі інтересні форми, як яблоко. Ага, такі. Ребята, вони такі сочні, вкусні. Ну, да, небагато, но... Перший год вродила груша. Перший год. А це одна грушка, їх було три штуки. Одну ми не заметили, вона впала, згнила. Був вітер сильний. А две... Ну, короче, у мене две штуки сын вирвав. Одну згів сам, а одну оставив. А це вона лежала, вона була дуже зелёной. І вона оце за неделю так пожевтила. Це дуже вкусно. Груша, сорт, муж сказав, лесна красавица, называется сорт. Гляньте, опять протёпала. Ну, чё ти ходиш по столу, скажи. Короче говоря, сорт лесна красавица. Тоже крупно довольно-таки. Гляньте, бачите, моя ладонь взрослого человека. Гляньте, яка груша. Грамм, наверное, 250-300. Вот груша. Ну, і ціне менше. Бачите, тож такі. Крупніненькі груши. Ну, їм надо полежать. Вони дуже ще такі тверді, носочні і сладкі. Ну, їм надо трохи полежать. А це уже можна їсти. Ну, десь п'ятилітрова відёрка вийшла десь так. Це тазок такий, ну, здоровий тазик. Так що, ребятки, оце ось такі грушки у нас в цьому году. Дуже-дуже рада я. Слава Богу за цей урожай. Слава Богу за все, що у нас вообще в цьому году вродило. Такий тяжелий год, війна. Вот. Слава Богу. Вот. Похвасталась. Ну, короче, це я похвасталась. Це я похвасталась своїми грушками.